Привезла тебе микроавтобус? Тут же БТР! Русская армия всех сильней! Данки грядят, не боятся! Мы застряли! Знаете, что объединяет БТР-82А и Роллс-Ройс? Обе эти машины собираются вручную. Вот только в Роллс-Ройсе вы не найдете топор и лопату. И сегодня мы протестируем бронетранспортер российской сборки в самых экстремальных условиях. Образ современного БТР-82А уже прослеживался в боевой машине с обозначением БТР-60, который был создан в 1956 году. Те же обводы корпуса, те же восемь ведущих колес. Следующим стал БТР-70, который поступил в войска в 1971 году. Ну а затем на долгое время в армии обосновался БТР-80. Именно этот бронетранспортер принимал участие в основных боевых конфликтах от Афганистана до Чечни. Состоит БТР из 12 тысяч деталей. И главное — это бронекорпус. Именно он придает боевой машине ее узнаваемый облик. Хищная внешность. Никаких излишеств в виде блестящего лакокрасочного покрытия и хромированных деталей. Только камуфляж и броня. Над корпусом грозно возвышается башня с 30-ти миллиметровой пушкой и пулеметом Калашникова. Скорострельность пушки впечатляет. 350 выстрелов в минуту. Такого шквала огня не выдерживают даже более бронированной цели. Конечно, мне очень удобно залезать. Ну, как только садишься на место механика-водителя, сразу становится понятно. Здесь все по-военному аскетично и просто. Приборная панель легко читаемая. Спидометр, тахометр — с этим все понятно. Отделка салона, она есть. Не кожа, конечно, а специальная бронеткань. Она защищает экипаж от осколков. Но есть переключатели, назначение которых остается загадкой. Открыть-закрыть желези, включить водомет, повысить, понизить давление. Впрочем, некоторые приборы управления интуитивно понятны. Температуру в салоне регулировать можно. Если холодно, включаем печку. Какой звук? А если жарко, то открываем люк. Чем не климат-контроль, а? Я в десантном отсеке. Тут находятся две скамьи. И как минимум на них могут разместиться шесть человек. Сзади пространства достаточно. Головой в потолок я не упираюсь. Сидения мягкие, комфортные. И у каждого есть своя бойница, триплик, он же смутровое стекло, и ручка, за которую нужно держаться. По сути, БТР-82А – это глубокая модернизация надежного и отлично себя зарекомендовавшего БТР-80. И основное отличие – это повышенная живучесть, проходимость и ресурс эксплуатации. По словам экспертов, коэффициент боевой эффективности БТР-82А возрос вдвое по сравнению со своим предшественником. Здесь нет ремней безопасности. К габаритам и обзорности БТР-82А нужно привыкнуть маленькие лобовые стекла, а их два. Боковые зеркала видно только через триплексы. И то, я могу видеть только левое стекло, а правое я уже никак не могу туда дотянуться и посмотреть, что происходит. Есть даже дворники. Потому что камеры заднего вида нет – это плохо. Хотя, с другой стороны, у машины весом 15 тонн вопрос парковки не стоит. Она может припарковаться на любом месте, если даже это место занято. На асфальтовом покрытии боевая машина ведет себя предсказуемо и почти ничем не отличается от обычного грузовика. Но педаль сцепления тугая, коробка, исключительно механика, и к ней, конечно, нужно привыкнуть. Если водитель находится в походном положении, обзорность хорошая. И самое главное – эта машина плавает. Сзади стоит водомет, с помощью которого БТР развивает на воде скорость 10 км в час и способен так плыть в течение 12 часов. Самое время отправиться на полевые испытания. Мне поможет оценить все качества этой машины Дмитрий Воинов, специалист по глубокому тюмингу внедорожников. Привет! Привет! Привезла тебе микроавтобус? Какой микроавтобус? Это же БТР. 300 лошадиных сил. Обалдеть! Давай, я за тобой. Давай, может, я за тобой? Нет. Ну, поехали. Ты знаешь, мне очень страшно, и за там, где еще тренд, вверху, в любую виду такую штуку наблюдать. Нет гидровыселительного руля! Подвеска плавная. Только правая нога устала, нажимайся на бедаль газа. Ты говоришь, я плетусь, да? Дай я сейчас тебя обгоню. Подвинься. 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 Прошу, я сюда. А что, зверь, говорю? Зверь! В принципе, не страшно, а просто непривычное, необычное. Еще трактор надо научиться водить, и будет все прекрасно. Понятно, что Дмитрий не смог остаться в стороне. Он тоже захотел проверить боевую машину в действии. Ну что, прокатиться с ветерком? Давай. Это первое? Это первое. А что он не едет? Не едет, потому что надо на вторую переключить. Он будет быстрее ехать. А куда едем-то? Куда-то едем. Я вообще ничего не вижу. Шты какие-то есть. Так. Ну, будем на ощупь? Да, ну, слушай, техника нормальная. Я думаю, мы проедем везде. Проедем, думаю? А то! Мы застряли. Да нет, не может быть. Давай. Не выжимайся. Ну что, сломал, там. Все. Что-то ужасно. Место БТР-80 в российской армии должен был занять БТР-90, испытания которого закончились в 2004 году. Внешне он был похож на своего предшественника. Различия внутри. Усиленная броня, коробка-автомат и возможность разворачиваться на пятачке, по-танковому, когда колеса разных бортов крутятся в разные стороны. Но в 2011 году Министерство обороны отказалось от закупок этой машины. И БТР-90 в серию так и не пошел. Зато пошел 82А. Ура, мы справились. Ну что я могу сказать. Машина, конечно, хорошая. Дорога не сильно, не сильная грязь, не сильно бездорожье. Конечно, она тяжелая, расколбашенная. Ползет он уверенно. Плюсы у машины есть. Это отличная проходимость, низкие требования к качеству топлива и, конечно же, вооружение. Минусы тоже есть. Расход топлива, низкая эргономика и плохой обзор. Ну и цена. 24 миллиона за этот аппарат может позволить себе не каждый. Конкуренты нашего БТРа. Американский «Страйкер», итальянская боевая машина пехоты «Фреча» и немецкий бронетранспортер «Фукс». Но одно можно сказать совершенно точно. Наша машина самая неприхотливая. Основным назначением БТРа является доставка личного состава к месту дислокации. Ну, а лично мне он доставил массу эмоций и впечатлений. Ну, люблю я мощную технику, ничего с этим поделать не могу. И неважно, каким бы мужественным водителем вы ни были. Главное, помните, тише едешь, дальше ходишь.